Начинаем пропускать вас на территорию штаба. Железные предметы на стол, при себе только паспорт, черная гелевая ручка, бутылка воды и шоколад. Такие они правила допуска на экзамен. Дети готовы, проходят уже только с тем, с чем разрешено им проходить. Можно пожелать им только удачи, ни пуха ни пера. Бессонные ночи, штудирование учебников, бесчисленные занятия с репетитором. Станислав Макеев впервые сдает ЕГЭ. Доучивается в педколледже, планирует поступать в университет. Без экзамена продолжить обучение не сможет. Для меня это первый экзамен, и я немножко переживаю. Не скрывает волнения Ея Семенова. Сдавала ЕГЭ в прошлом году. Поступила в КНИТУ, но душа всегда лежала к медицине. Для нее этот экзамен – возможность поменять специальность. В прошлом году готовилась с репетиторами, в этом году полагалась на свои силы. И вот думаю, что все будет хорошо. Учиться никогда не поздно. Самая старшая участница – 39 лет. Лилия Кадырова не закончила университет 12 лет назад. Теперь завершает начатое. Ребенку 7 лет, 7,5 лет он в этом учебном году пошел в первый класс. Я поняла, что мне, возможно, придется получить педагогическое образование, дабы помочь своему ребенку в обучении. С каждым годом правила сдачи экзамена все усложняются. В этом году не будет никаких конвертов. Перед началом экзамена организаторы получают вот такие специальные диски с заданиями, распечатывают их на компьютере. Это исключает возможность узнать заранее ответы. Фиксические нормы, грамматика, сочинение – 26 заданий, всего 3,5 часа. Психологическая подготовка и в целом эмоциональное состояние наших выпускников и организаторов, прежде всего и родителей, требуют, чтобы было полное понимание со стороны всех участников образовательных отношений. Досрочная сдача ЕГЭ продлится до 4 апреля. Проверят знания более тысячи татарстанцев. Основная живолная экзамена пройдет с 28 мая по 2 июля. Калина Бережная, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова